Казахстанских производителей автозапчастей освободят от уплаты НДС. С помощью нововведения в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития хотят простимулировать отрасль и повысить уровень локализации в отечественных машинах. Благодаря этому решению производители получат возможность увеличить свой избыт и, собственно говоря, увеличить производительность. Преференции будут распространяться на определенные виды автокомпонентов. Крепежные изделия, зеркала заднего вида, покрышки и многое другое. По словам отраслевиков, для них освобождение от НДС – мера долгожданная и нужная. Нам очень легко будет. Во-первых, мы можем цену снизить на товар и увеличим объемы. В два раза можем ассортимент увеличить. А цена, естественно, будет снижена. Однако не все разделяют этот энтузиазм. Так экономисты считают, что само освобождение от НДС не решит проблему нехватки отечественных запчастей. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, предприятия должны быть ориентированы на экспорт, говорят специалисты, а не на внутренний рынок. Чтобы окупить свою запчасть, вам нужно сотни тысяч, десятки хотя бы тысяч производить, чтобы иметь смысл. Как наличие НДС мешает отрасли автозапчастей развиваться? Заинтересованы ли инвесторы в таком бизнесе? Расскажем в новом выпуске программы «Промышленность». Само по себе производство запчастей в Казахстане относится больше к незанятой нише. И это на фоне того, что в стране растет число производимых автомобилей. По данным Союза предприятий автомобильной отрасли, в прошлом году было реализовано 90 тысяч машин. 70% из них – отечественного производства. Однако при таких показателях уровень локализации в автопроме оставляет всего 30%. А потому производителям нужны местные запчасти. То решение, которое освобождает производители автокомпонентов от уплаты НДС, оно позволит увеличить долю локализации и, соответственно, долю местного содержания в продукте. Благодаря тому, что на территории нашей страны будет освоено производство ряда деталей, таких как внешние дверные ручки, стекла, шины, главные пары, коврики резиновые, ну и ряд других компонентов. По данным аналитиков, спрос на запчасти сегодня превышает предложение в 20 раз. Связано это в том числе и с тем, что средний возраст машин в нашей стране составляет 20 лет. Поэтому их часто необходимо ремонтировать. Оригинальные новые запчасти импортного производства растут в цене, из-за чего водителям приходится покупать БУ-запчасти. Что касается новых автомобилей, то в них действительно используется ряд компонентов отечественного производства. Правда, их по-прежнему недостаточно. На сегодня в Казахстане уже налажено производство определенных компонентов для транспортных средств и сельскохозяйственной техники. К примеру, аккумуляторы. Есть пластиковые детали, сжатки, водяные и масляные насосы. Есть еще подмоторные рамы, масла, фильтры и так далее. Более того, в Коснайской области в 2023-2024 годах совместно с российским инвестором планируется запуск производства завода по производству чугунного литья с мощностью до 46 тысяч тонн отливых год. Эти детали будут изготавливаться для двигателей и балки мостов. На этом предприятии в Восточном Казахстане одобряют решение правительства освободить отрасль от НДС. Ведь за те 13 лет, что производство выпускает фильтры для легковых и грузовых авто, неоднократно приходилось сталкиваться с проблемами из-за налога на добавленную стоимость. Сырье компания покупает в России и Китае. Сложности возникают после того, как товар поступает на таможню. Делятся отраслевики. Постоянно выскакивает скур, так называемый. Скур – это значит, цена таможни не согласна с ценой, которую нам опускает Китай. Мы начинаем доказывать цену эту. Но это происходит в течение, ну, допустим, неделю мы доказываем. Но деньги получаем возврат. Тот НДС, который мы уже оплатили, на разницу мы еще оплачиваем НДС, получается, два раза. И потом вот этот НДС мы по году не можем получить. Сейчас у нас даже есть просрочка два года. Мы не можем этот НДС назад вернуть. То есть вот такие вот проблемы прям сильно мешают. В свою очередь в Союзе предприниматели автомобильной отрасли уверены, решение об отмене НДС привлечет внимание инвесторов к перспективной отрасли. Освобождение от уплаты НДС, оно означает наличие гарантии того, что государство заинтересовано в развитии отрасли, и государство готово сотрудничать с новыми компаниями, привлекать таким образом все новых и новых инвесторов. Поэтому освобождение от уплаты НДС, производителей и компонентов, оно, разумеется, делает для зарубежных компаний наш рынок более привлекательным. Что касается тех компаний, которые уже сегодня производят запчасти, то освобождение от НДС сослужит хорошую службу и им, считает Мискарян. Средства, сэкономленные на снижение налоговой нагрузки, можно будет направить на обслуживание действующих кредитов, расширение производственной линейки. Все это вкупе приведет в том числе к снижению себестоимости авто. Говоря простым языком, стоимость деталей и компонентов будет меньше зависеть от валюты, что в конечном итоге сделает цену на продукт более стабильной и, собственно говоря, поможет сдержать ценовой рост, который сегодня наблюдается во всем мире. В конечном итоге это скажется на стоимости автомобилей в целом, позволит сделать цену отдельных моделей более стабильной, благодаря тому, что будет снижено влияние валютного фактора стоимости продукта. А вот экономисты на этот счет думают несколько иначе. Так, по мнению Мурата Тимирханова, отмена НДС только усложнит систему налогообложения. С точки зрения самих производителей автозапчастей, прекращение НДС на продаже, наоборот, внутри Казахстана, смысла особого не имеет. У нас такая же проблема, например, в сельском хозяйстве. Там освобождены сельскохозпроизводители НДС, и когда там начинается продажа между юридическими и юридическими лицами, там с этим НДС очень большая заморочка. Поэтому, честно говоря, я вижу, что здесь больше это не сколько поддержать производителей запчастей, а сколько поддержать опять уже который раз сборщиков авто. Они и так уже кучу льгот имеют, но им не знаю, как это поможет. Что касается интереса инвесторов, то оно, по мнению Тимирханова, зависит больше от экспортных поставок производимых запчастей. Рынок Казахстана слишком мал для разгула амбиции. А потому производить автокомпоненты можно лишь при условии того, что большая часть продукции будет уходить за рубеж, считает экономист. Единственное, что мне очень не нравится, это что наше правительство пока не ориентирует. Оно занимается импортозамещением. Сам смысл импортозамещения на маленький рынок не имеет. Он не даст сложного производства или даже несложного. Пускай это бампера, выхлопные трубы, электрожгуты. Опять нужно массово. Можно идти на экспорт, встраиваться в эти цепочки стоимости мировые. К сожалению, почему-то у нас это пока плохо работает. Тем не менее, ряд производителей уже освободили от уплаты НДС. Соответствующий документ вступил в силу в мае этого года. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития уверены – результатом быть. Уровень локализации в Казахстане будет повышен в том числе и за счет других проектов. Так, два месяца назад в Костанае появился свой локализационный центр, где планируют производить больше 1200 наименований компонентов. Предназначены они для сельскохозяйственной техники и легковых авто. Кроме того, казахстанское содержание вырастет в том числе после ввода Карагандинского завода по выпуску шин. Его строительство уже началось.